здравствуйте дорогие друзья в сентябре 2020 года состоялась вторая экспедиция в рязанскую область мы посетили промышленную садьбу баташовых и некоторые круглые озера по пути заезжали в другие довольно интересные места про металлургический завод баташовых и все что с ним связано вышло 4 фильма про круглые озера а точнее про результаты анализа проб грунта с них также вышел фильм все они есть на канале и ссылочки находятся в описании и вот сегодня хочу сделать общий обзор этой экспедиции ответить на некоторые наиболее частые вопросы рассказать про места где мы были но про который не вышло отдельных фильмов а также расскажу некоторые моменты которые вообще остались за кадром также сегодня подведем итоги 2020 году в целом сама по себе экспедиция помимо смены обстановки это прежде всего тяжелая работа с ненормированным рабочим днем и порой нормально пообедать можно только после того как стемнело но самое главное экспедиция это новые знания новые встречи приключения преодоление внешних и внутренних трудностей интересные наблюдения а самое главное эмоции не сравнимые ни с чем когда уже отчаявшись найти что-то определенное вдруг попадается мелкая деталь которая как кончик ниточки потянув за которую уже не можешь остановиться нашей ниточкой в экспедиции 2020 года было извести о том что часть комплекса промышленной усадьбы баташовых продается ее можно выкупить всего за 400 тысяч рублей в эту сумму входит помещение из нескольких комнат которые в настоящее время используется для проживания в нем хозяев этого помещения а также обширных подвалов под ним высотой в 4 метра а где-то и более про эти помещения был подробный рассказ фильме гусь железный и загадочный в нем есть подробные фото и видеосъемки узнав об этом месте мы загорелись его выкупить чтобы просто попасть подвал чтобы копать там и как мы уверены найти много интересного мысль о создании музея пришла немного позже и должен заметить эта мысль вдохновила еще больше ведь сделать двухэтажный музей в исконных исторических помещениях музей в котором будет рассказ об истории не по учебникам а потому что было найдено в разных экспедициях за все годы исследований эта мысль до сих пор будоражит кровь и как прежде к организации музея приглашаются все желающие и исследователи в том числе место для экспозиции хватит всем главное это выкупить часть здания пока есть такая возможность мы объявили сбор средств на выкуп и ремонт и на наш призыв откликнулась много людей их имена будут вписаны золотыми буквами в историю музея и нашей страны пользуясь случаем хочу выразить огромную благодарность лично каждому кто откликнулся и внес свой вклад создание музея либо внесет в будущем также хочу поблагодарить всех кто оформил спонсорство и стал соорганизатором всех исследований в целом которые мы проводим друзья от всей души благодарим вас за ваше неравнодушие и низкий вам поклон по состоянию на 30 января 2021 года собрано 58 тысяч 750 рублей из необходимых 400 тысяч в нашей группе вк создана ветка в которой выкладываются отчеты а хоть и сбора средств и как сумма будет собрана то будет отображаться ход покупки оформления а затем ремонта единственное что нам может помешать это снос этих зданий под любым предлогом что кстати бывало уже не раз после наших съемок по материалам собранном ходе экспедиции 2019 2020 года стало больше фактических подтверждений нашей версии событий 19 века но не стану утверждать что одна или две экспедиции ответили абсолютно на все вопросы скорее наоборот ответ на один вопрос поставил 10 новых но благодаря постепенно накапливаемому материалу ответов становится все больше и общая картина прошлого все яснее а получив конкретный ответ на какой-либо вопрос этот ответ можно использовать как основу для решения других вопросов также эти экспедиции позволяют найти недостающее звено в логической цепочке и порой так увлекаешься процессом исследований что не замечаешь как наступила ночь особенно хорошо это было заметно в экспедиции 2019 года в рязанскую область когда съемки доменной печи высти мы проводили и уже вечером даже не заметив как стемнело поэтому в экспедиции 2020 года на случай если световой день неожиданно закончится мы взяли с собой туристическую палатку однако без приключений все равно не обошлось например во время переезда от одного круглого озера до другого мы увязли в песке на одной из лесных дорог машина просто легла брюхом на песок причем это было не болото которых кстати там тоже немало это был обычный желтый речной песок правда далеко от реки поэтому песок был сухой сцену вытаскивания машины к сожалению никто не заснял так как все были заняты собственно ее вытаскивание но все закончилось благополучно а ощущения у всех были такие как у участников ралли париж-дакар но те хоть по барханам в пустыне едут а мы застряли в обычном лесу в каких-то 200 километрах от москвы причем на севере рязанской области все леса преимущественно двух видов первый это песчаные дюны заросшие молодыми соснами второй это торфяники и болота однако такие приключения стоят того чтобы увидеть и услышать эту красоту чтобы вдохнуть этот воздух наполненный ароматом живого леса но чтобы описать этот аромат не хватит никаких слов несмотря на всю ширь и богатство русского языка но если ты вдыхал этот воздух хоть раз жизни то впредь его ни с чем не спутаешь к сожалению в лесу бывают ароматы и неприятные по всем видам ощущений пробираясь к одному круглым озеру расположенному среди торфяных болот мы натолкнулись на лесной пожар просто кто-то из рыбаков не затушил костер и огонь ушел под землю мы пытались своими силами его тушить набирая воду прямо из болота но у нас была всего одна пятилитровая бутылка в которой мы несли питьевую воду для себя в итоге на этот пожар мы вылили свою питьевую воду и раз десять бегали набирать болотную но огонь мы так и не остановили в конце концов видео что огонь разрастается мы позвонили в мчс правда нам пришлось отменить свой поход круглому озеру и вернуться к дорогам так как сотовая связь на болотах не везде берет затем мы долго объясняли пожарным как добраться до того места потому что болото это не город и улиц там нет и нет никаких явных ориентиров на пути кроме как сделать поворот направо возле второй сосны и налево возле седьмой мы послали пожарным точные координаты для навигатора но оказалось что у пожарных охраняющих такую огромную территорию заповедника спутниковых навигаторов просто нет в итоге пожар они все-таки погасили и заповедник был спасен это маленькое приключение позволило избежать большой беды и одновременно показала как все-таки хрупка природа и что она нуждается в защите каждого из нас друзья берегите природу ведь как бы банально это не звучало но это наш дом ведь все что мы имеем мы всего лишь взяли в долг у наших потомков блуждая по рязанским лесам заехали на непонятную просеку по спутниковым картам она короткая и широкая и если обычные просеки на спутниковых картах еле видны то это сразу бросается в глаза цель ее создания для нас осталась неясной для противопожарной она слишком короткая но аэродромом как мы предполагали изначально тоже вроде не является в настоящее время она постепенно зарастает хотя по периметру ее пытаются опахивать в центре этой полосы только песок забуривались на два метра но ничего подозрительного вот сейчас думаю что там с глубины тоже стоило бы взять пробы грунта друзья если у вас есть версии что же это такое пишите в комментариях кстати обычные лесные просеки в тех листах выглядят вот так осматривали колокольню казанской церкви в гусаева очень красивое сооружение качество кладки выполнено на очень высоком уровне кирпичи крупноформатные кладочная смесь белая швы расшиты основание имеет архитектурное украшение только с восточной стороны вышестоящие ярусы в том числе и звонница имеют архитектурное украшение со всех сторон в основании со всех сторон не имеющих архитектурных украшений имеются правильно расположенные отверстия заделанные современным кирпичом который по сравнению с оригинальным гораздо меньшего размера места реставрации видны очень четко например основание колонн по официальной информации каменного храма никогда не было а было два деревянных колокольню построили в начале 20 века и строили пять лет официальная информация по этому храму вообще очень интересная особенно в сравнении с другими храмами друзья если кому интересно будет почитать ссылочка есть в описании осматривая эту колокольню видим что в качестве поперечен используются рельсы и двутавры на некоторых рельсах даже видны символы колокольни изнутри пустая железные лестницы которые мы видим сейчас приделаны намного позже на стенах основания видим на равной высоте несколько отверстий под закладные межэтажных перекрытий купольная часть колокольни выполнены из дерева во время экспедиции проводилось очень много различных измерений и наблюдений не вошедших ни в один фильм так например в реке возле гусь железного по течению выше моста делали экспресс тест воды результаты которого сильно отличаются от того что было на двенадцатом объекте в этой воде кроме жесткости и повышенного содержания хлора других отклонений от нормы не замечено на обратном пути заехали в саму рязань и посетили рязанский кремль возле кремля находится очень высокий вал переславль рязанского городища причем снаружи вал выше чем изнутри по официальной истории кремль переславля окончательно утвердился как столица рязанского княжества во второй половине 14 века то есть спустя сто лет после того как по официальной истории ханом батыем была сожжена старая рязань во время так называемого монголо-татарского нашествия на руси помимо арок торчащих из земли кремль интересен еще и тем что на его небольшой территории уместилось четыре собора один из которых монастырский сам монастырь и две церкви поменьше причем соборы стоят буквально в нескольких шагах друг от друга так и хочется спросить а им там не тесно общее впечатление от рязанского кремля большой многократно перестроенный комплекс друзья если хотите подробный фильм именно про рязанский кремль то пишите в комментариях а теперь отвечу на некоторые наиболее распространенные вопросы в комментариях к фильму ядерная война 19 века прямые факты анализ грунта на цезис 137 от разных комментаторов очень часто звучала мысль что цезис 137 попал в грунт с осадками виду ядерных испытаний в двадцатом веке в 7 по-латинске на новой земле и в других местах а также из-за аварии в чернобыле при этом факт того что в верхних слоях цезис 137 нет они объясняли тем что верхних слоях цезис 137 уже распался и превратился в барий и другие элементы на мой резонный вопрос а почему тогда на глубине 2 метра цезис 137 не распался они отвечали что горелый слой это по сути активированный уголь и цезис 137 там просто больше адсорбировалась друзья но позвольте как на глубину 2 метра попал этот слой пожара помимо этого могу добавить следующее если бы цесис 137 попал в грунт с осадками то учитывая что все слои там песок и никакого водоупорного слоя нет то цезис 137 был бы распределен в этих слоях более менее равномерно а не сконцентрирован в одном слое на глубине при полном отсутствии верхних слоях тут немаловажным будет напомнить про период полураспада который многие упрямо отказываются понимать заметьте друзья полу распада а не полного разложения я много раз уже это объяснял полу распад значит что через 30 лет цезия будет в два раза меньше еще через 30 лет его останется половина от половины и так далее то есть от условного килограмма цезис 137 через 30 лет останется полкило еще через 30 лет 250 грамм еще через 30 лет 125 грамм и так далее каждые 30 лет количество вещества будет уменьшаться в два раза таким образом через 180 лет от условного килограмма останется 15 грамм цифры абсолютно условные просто для простоты понимания того что через 200 лет остаток найти очень даже реально но не дозиметром а в лаборатории и кстати тот факт что цезия 137 в пробах найдено такое малое количество как раз и подтверждает что это след более давнего события чем середина 20 века таким образом чернобыльский след семипалатинский и любой другой современный исключаются кстати другой не менее важный вопрос о датировке во время раскопок в тули в 2018 году на глубине 2 метра был найден слой пожара который сами официальные историки датировали как слой пожара 1834 года про эти раскопки уже есть фильм на канале который называется ядерная война 19 века подтверждена раскопками в тули но смысл тут в том что этот пожар очень известен среди тульских официальных историков и краеведов тем что цитата горел даже камень конец цитаты и такой же пожар был не только в самой тули но еще в нескольких городах тульской губернии в том же 1834 году в тульском государственном архиве на эту тему есть несколько документов все это подробно рассказывалось в фильме ядерная война 19 века подтверждена раскопками в тули сейчас я лишь кратко повторяю для тех кто не смотрел так вот именно в том слой пожара при раскопках в тули в 2018 году также был найден цезий 137 а в слоях выше или ниже его также не было а если учесть что рязанской тульской области стоят буквально бок о бок одним из городов тульской губернии отмеченным в пожаре 1834 года был венёв который расположен возле границ рязанской области то логично предположить что слой пожара на глубине 2 метра в тульской и рязанской областях один и тот же и относится к одному периоду времени и подтолкнул нас к этой датировке событий алексей свиридов руководитель группы липецких археологов проводивших раскопки в тули в 2018 году который лично показал нам этот слой пожара на глубине 2 метра во время раскопок на крестовоздвиженской площади города тулы заметьте друзья это археологи от официальной истории именно с его благословения так сказать мы стали рассматривать версию о ядерной войне именно в начале девятнадцатого века они в четырнадцатом пятнадцатом как полагали изначально когда десять лет назад только начинали исследование также в комментариях много писали что при ядерном взрыве остаются другие элементы и их изотопы и что мы должны были их найти то что при ядерном взрыве остаются другие изотопы этого никто и никогда не отрицал более того фильме про анализ проб грунта про это напрямую говорится однако ради красивого словца скептики начинают обвинять нас в том что раз других элементов мы не нашли то и ничего не было но тут важно понимать две вещи во-первых цезий-137 является продуктом ядерного распада урана или плутония и образуется только при ядерной реакции распада и больше никак от слова совсем то есть самого факта наличия 137 уже достаточно для того чтобы подтвердить факт ядерного распада а был это ядерный реактор или атомная бомба это уже другой вопрос во вторых анализ грунта проводит лаборатория а не мы сами на коленке ребят но прежде чем лить грязь на других позвоните в любое областное управление роспотребнадзора и спросите на какие изотопы они проводят анализ если хоть какая-то лаборатория ответит что они проводят анализ на какой-либо еще изотоп помимо цезия 137 напишите пожалуйста в комментариях их телефон с радостью буду отвозить пробы грунта им ибо мы также заинтересованы получить данные и по другим элементам и их изотопом если такая возможность представиться а пока нравится это кому-то или нет но лаборатории делают анализ только на цезий 137 повторюсь это не мной выдумано и тайной не является все телефоны всех роспотребнадзоров есть в интернете звоните проверяйте а еще лучше прокатитесь до озер где мы брали пробы грунта их координаты представлены в описании под фильмом про эти самые пробы сами возьмите этот грунт с глубины 2 метра отвезите в любую лабораторию и опровергните мои слова вот это будет дело описать в комментариях что мы лжем ради хайпа что наша работа заказная и так далее это как-то не по-мужски другой не менее важный вопрос который встречается практически под каждым фильмом звучит примерно так хорошо вы доказали то-то и то-то но что это знание дает нам в нашей жизни и как его применить на практике вопрос простой и сложный одновременно но постараюсь понятно на него ответить и так поняв суть происходивших в прошлом событий мы можем понять как изменились взгляды людей на жизнь под влиянием этих самых событий а поняв как сильно поменялось мировоззрение людей мы сможем понять хотя бы приблизительно каким оно было а это меняет уже многое если не все ведь осознав что мы не нация рабов и дикарей какими нас рисуют официальные историки осознав что наша история не 500 и даже не тысяча лет а намного больше что у нас было великое прошлое что жизнь людей основывалась на иных принципах чем сейчас то уверен у многих современных людей изменится отношение к жизни возможно кому-то это покажется утопией но я уверен что понимание основ прошлого покончат с мировыми конфликтами загрязнением природы да и просто наплевательским отношением к жизни и это не просто слова я уверен что так было в прошлом но именно из-за катастрофических событий двухсотлетней давности люди во главу угла стали ставить собственные я и личные интересы о том какой мир мы потеряли еще будет рассказ фильме повествующим о хронологии событий девятнадцатого века согласен все это звучит как утопия тем не менее я прекрасно отдаю себя отчет в том что в наше время такой прекрасный мир не построится в одночасье вдруг по щелчку пальцев потребуется много времени сил чтобы люди сначала услышали затем задумались а затем поняли что силы и деньгами всех проблем не решить что начинать нужно себя и возможно наши дети или даже только внуки смогут жить в то прекрасное время но чтобы она в конце концов наступила начинать необходимо уже сейчас подчеркиваю силой революциями или террором ничего не решить начинать нужно со знаний а эти знания в буквальном смысле у нас под ногами теперь буквально в двух словах об итогах 2020 года и планах на сезон 2021 года ну собственно как таковых итогов не так уж и много по сравнению например 2018 годом когда были найдены два потерянных города то за 2020 год можно сказать что итогов и нет вовсе апрельский карантин 2020 года и последующие ограничения нарушили все наши планы да не только наши поэтому большая часть запланированных исследований была перенесена на 2021 год в нашей группе вк есть ветка где обсуждаются экспедиции текущего года маршруты даты состав участников из года в год url адрес этой ветки не меняется меняется только номер года одним из успехов ну если можно это назвать успехом 2020 года было создание каналов дублеров на платформах яндекс дзен и яндекс эфир политическая ситуация в мире очень нестабильная а поэтому полагаться только на youtube было бы очень опрометчиво на случай каких-либо эксцессов с ютубом теперь есть каналы дублеры на яндексе если что друзья то вы сможете найти нас там в планах на 2021 год сделать дублер на рутубе но самые главные наши планы на 2021 год это совершить еще одну экспедицию в рязанскую область и реализовать маршруты экспедиций в липецкую и калужскую области которые планировались на 2020 год есть несколько планов по расширению географии но об этом расскажу если эти поездки состоятся также планируем продолжать проекты которые не были закончены например раскопки завода в подземельях которого были найдены старинный агрегат и прочие артефакты планируем раскопать одно здание снаружи и если получится то тот подвал тоже также планируем продолжать плавить железо ибо теперь у нас цель не просто расплавить руду а что-то отлить из полученного металла помимо исследований на местах и экспериментов планируется много аналитической работы по систематизации собранных данных результаты работы нашей команды мы будем публиковать на наших каналах в ютубе яндекс дзен яндекс эфире и в группе вк а также тематических сайтах все ссылки есть в описании друзья в исследовании рано ставить точку несмотря на то что общая картина уже понятно некоторые детали остаются неясными поэтому исследования продолжаются и как всегда впереди будет много интересного как исследование на местах так и аналитика поэтому я с вами не прощаюсь благодарю вас за внимание до скорых встреч принято конец связи а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok